Всем привет, друзья! Вы на канале Home Food. Сегодня нежнейший торт молочная девочка с идеально подобранными продуктами. Это один из тортов фаворитов в нашей семье. В моем видео тортик немаленький, весом примерно в 2 килограмма. Пропорции увеличены в полтора раза. Под роликом я прописала рецепт по своим пропорциям. Подпишитесь, если вы еще не со мной и давайте начинать готовить. Тесто готовится очень просто и быстро. К трем средним яйцам всыпаем треть чайной ложки соли. Немного взбиваем венчиком. Чуть не забыла. Все продукты должны быть комнатной температуры. Достаем заранее из холодильника. Добавляем 570 грамм сгущенного молока. Перемешиваем. Чтобы достичь желаемого результата, покупайте сгущенное молоко хорошего качества, где в составе только молоко и сахар. 270 грамм пшеничной муки смешиваем с 18 граммами разрыхлителя и в три приема просеиваем в чашу к основным продуктом. Тесто замешиваем венчиком. Оно получается гладкое без единого комочка. А в самом конце вливаем в тесто 75 грамм растопленного сливочного масла. Масло не должно быть горячим. У меня сегодня два вида. Сливочное и кокосовое. Благодаря маслу тесто легче отстает от пергамента. Пергаментную бумагу рекомендую смазать немного сливочным маслом, если вы не уверены в ее качестве. Я сегодня выпекаю коржи в силиконовых формах. Их смазывать не нужно. Коржи прекрасно отстают. Делим тесто на равные части и распределяем равномерно по формам. У меня сегодня всего 4 коржа, так как форма не маленькая 25 на 25 сантиметров. Выпекаем коржи в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут до легкого румянца. Отделяйте их от пергамента еще горячими. И только не складывайте готовые теплые коржи друг на друга. Они слипаются. Остужаем их на решетке по отдельности. Крем, кстати, такой же простой в приготовлении. 550 грамм сливочного или творожного сыра смешиваем со 100 граммами сахарной пудры. При помощи миксера. Совсем немного, меньше минуты. После вливаем 400 миллилитров жирных сливок. Жирностью не менее 30%. Для крема продукты должны быть холодными. Прямиком из холодильника. Кроме сахарной пудры. Слишком долго не взбиваем. Главное не перевзбить сливки. А то будет масло. Готовность крема определяем по следу от венчика. Он прекрасно виден и не расплывается. Очень стабильный, пышный и вкусный получается сливочный крем для торта. Коржи полностью остыли. Приступаем к сборке нашей молочной девочки. Немного крема на блюдо, чтобы зафиксировать торт. Делим крем на равные части. У меня это 4 порции. Сколько коржей? Столько и частей. Обильно смазываем кремом каждый корж поочередно. Складываем ровно друг на друга. Советую каждый корж немного пропитывать молоком. Так он получается еще нежнее, сочнее и не сильно сладким. Покрываем торт полностью кремом. И выравниваем его сверху и по бокам. Крема хватило идеально. Сверху украшаем натертым на терке белым шоколадом. Можно украсить свежими ягодами. Или просто конфетками, как у меня. Ставим торт молочная девочка минимум на 2 часа в холодильник. Он очень быстро пропитывается и получается влажным. Лично я нахожу этот рецепт идеальным. Как в подборе продуктов, так и в простом легком приготовлении. А важнее всего гармонии вкусов. Настоятельно рекомендую всем приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Приятного вам чаепития. Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой тикток и инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok